доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее утро все сейчас устанавливаем устанавливаем все камеры включаем включаем telegram и начинаем наш урок тары начинаем рактор как обычно в так все еще может света побольше побольше света сегодня у нас урок посвященный благба умер раби шиман барю хай сегодня у нас годовщина его ухода из этого мира и у нас сегодня урок посвященный благба умеру будет и чтобы сейчас секундочку включая telegram включила telegram и у нас сегодня как название урока у нас сегодня глава бр 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 ху-ко-тай это две главы мечта на этой неделе и 9 мая 9 глава мишли все значит начать запись запись начата и все итак дорогие друзья всем доброе добрейшее утро сегодня у нас урок для рифа шлема для полного выздоровления значит для полного выздоровления юлия бат карина чтобы было и полное полнейшее выздоровление рифа данных и швы рфа тагуф это из выздоровления души и выздоровления тела чтобы было у нее у юлии бат кариной и все кто нуждается в выздоровлении чтобы все друг за друга сказали амэн от всего сердца когда человек молится за того кому нужно то что нужно ему ему отвечает в первую очередь это очень важная вещь если вам что-то нужно помолитесь за других людей кому это же нужно чтобы бог им дал и потом только про себя и он вам тоже даст то что нужно вам есть такой вот очень важная совет в талмуде хорошо значит двигаемся дальше сегодня сегодня у нас глава которая называется br да мы знаем такая есть глава бар на горе на горе синаи на горе синаи мошара бэйну получил тору правильно и вот он получил тору и сегодня у нас глава которая называется барбаху китай день 3 и что интересно да сегодня вагба умер это начинается с того что это очень большой праздник это большой праздник и в этот день происходит очень много чудес то есть этот день вот сегодня он предназначен для чудес я сегодня вот слушал урок с утра дал агба умер а про это удивительная вещь говорят что говорят что вот тот кто действительно просит сегодня у всевышнего баруха то дыной или на мэра хором шоколами дырок кто-то просит всевышнего то что ему нужно и просто это в заслугу раби шиман барюха и значит просит чтобы заслуги раби бог а помогли ему и усилили его молитву то это очень сильно усиливает молитву теперь а кто-то такой раби шиман барюха и почему мы так сегодня почему мы так сегодня радуемся значит почему мы так сильно радуемся и что вообще что что это за день такой кто это такой почему мы празднуем его его уход из мира до его день его смерти приезжают на могилу раби шиман барюха в среднем каждый год знаете сколько людей приезжают вы удивитесь сейчас приезжают каждый год примерно примерно 100 тысяч человек в этот день на его могилу я сегодня узнал почему я раньше не мог я не было ответа на этот вопрос кстати интересно что прямо в этот шаббат в этот шаббат мы вот прям обсуждали версии но непонятно почему именно почему именно вот так вот да почему именно столько ну вот столько людей и ни к одному другому ни к одному другому там мудрецу никому не приезжает столько людей сколько приезжает крабиши ман барюха вот почему и не было у нас ответа не было нас ответа А оказалось, знаете почему? Я сегодня узнал ответ. Меня прям это удивило. Представляете, столько лет учу Тору. Сам ездил несколько лет в этот день на могилу Рабишиман Барюха. Оказывается, по кабале Рабишиман Барюха, он был тот, кто раскрыл тайны Торы. Так вот, Рабишиман Барюха, он был, оказывается, Дилгуль. Дилгуль это воплощение души Маше Рабейн Моисея, который оставил нам пять книг Торы, пяти книжек мы получили через Моисея. Теперь, что написано в Торе? Написано в Торе, что его похоронил Маше Всевышний, и никто не знает, где могила его. Никто не знает, где могила его. В Талмуде написано, что ни в верхних мирах нет могила его, ни в нижних мирах. То есть, исчез. Нет Маше Рабейна Модилы, чтобы люди не сделали, не как бы... Но если бы была Модила Маше Рабейна, то все бы туда ходили. Это было место бы паломничества. И очень была большая ошибка, была большая вероятность ошибиться, потому что Маше Рабейна, он действительно воплощал Всевышнего. То есть, Всевышний говорил через него. Он прямо говорил из него. Маше Рабейну был как прозрачное стекло, и Всевышний через него общался, говорил с миром. И люди могли бы подумать, что он Всевышний. То есть, тут очень тяжело спутать. Поэтому нет его Модила, чтобы не было этой путаницы. Арабий Шимен Барюхай, который был воплощением Маше Рабейну, который дополнил то, что не смог в своей жизни реализовать Маше Рабейну. То есть, он как бы, душа еще раз пришла, чтобы дополнить те вещи, которые не успела получить в том воплощении. И Рабий Шимен Барюхай все знают, где он похоронен. И уже на протяжении двух тысяч лет у него на Модиле забирается сотни тысяч людей, празднуют его уходы. То есть, Маше Рабейну, у него никто не знает, где его Модила. Рабий Шимен Барюхай все приходят на его Модилу. То есть, Рабий Шимен Барюхай – это душа Маше Рабейну, которая пришла в другом воплощении и дополнила вот этот момент могива. Похороны все приходят и вспоминают. Теперь, второе, где есть, что дополнил Рабий Шимен Барюхай, чего не сделал Маше Рабейну. Никто не знает сыновей Маше Рабейну. Маше Рабейну был величайший, самый святой пророк, пророк из всех пророков. А что с его сыновьями? Были у него, мы знаем, два сына из Торы. Одного звали Дершон, второго звали Элезер. Дершон и Элезер. Но что с ними стало? Где они? Что они? Нет. После Маше Рабейну стал его руководителем, его место занял. Кто как руководитель еврейского народа после Маше Рабейну? Юшуа Беннун, его ученик, да, Юшуа Беннун, он был сын Нуна, из колена Ефраема. Да, он был из колена Ефраема, из колена Юсефа. А где жили левиты сыновья Маше Рабейну? А у Раби Шимен Барюха, который был воплощением Маше Рабейну, его Дилгуль, его сына знают все, Раби Лазар, сын Раби Шимона Барюха. Он был величайший цадик, праведник в следующем поколении. И он похоронен где? Прямо рядом с Раби Шимон Барюхаем. То есть он похоронен прямо рядом и был по уровню. В Талмуде говорится, когда его заносили в эту пещеру и хоронили там, где похоронен Раби Шимон Барюхай, там же похоронен и Раби Лазар, и Раби Шимон Барюха, похоронен рядом с ним, его сыночек. Теперь дальше. Дальше, где мы видим еще вот эту вот Дилгуль, то, что Раби Шимон Барюхай, это был воплощение души Маше Рабейну. Значит, известно, что Маше Рабейну это было воплощение души чьего? Эвеля. Эвеля и Каин, у них было, помните, первое поколение, первых два сына Адам Решона, первого человека, у них был конфликт. И Каин, не у них был конфликт, у Каина был конфликт против Эвеля, и Каин убил Эвеля. Что сделал Маше Рабейну уже как исправление души Эвеля? Он убил египтянина, который египтянин, это было воплощение души Каина. А про Раби Шимон Барюха, и что после этого он сделал? Он убежал, вынужден был убежать. Раби Шимон Барюхай, он, известная история в Торе, я не знал, вот сегодня тоже узнал о продолжении. Раби Шимон Барюхай сидел вместе с другим мудрецом, Раби Уда Барыла, его звали. И с ними сидел Раби Йоси. Это очень, кстати, полезная история, которая, ну вот там, очень жизненная такая. И вот они сидят, значит, втроем и рассуждают про римлян. На то время Израилем правили римляне. Римляне правили Израилем, и они строили, как известно, колизеи, цирки, кесарио они построили. До сих пор есть целый город Кесария, там такое, прямо на берегу моря они построили трибуны. И такая, где проводились на колесницах соревнования. То есть они были такие, хлеба и зрелищ, да. И говорит Раби Иуда Барыла, говорит, какие римляне молодцы. Они дороги построили, цирки построили, рынки построили. То есть они как бы очень застраивают землю Израиля. Молодцы римляне. Раби Йоси, значит, промолчал, сидит молча. А Раби Шиман Барюхай, он говорит, да они, говорит, злодеи. Они рынки строят, чтобы там продавать, значит, женщин-рабынь для знута, для разврата. А они цирки строят, чтобы там устраивать, убивать гладиаторов, устраивать там эти идолопоклонства в этих своих цирках и убийства и все. То есть он говорит, они злодеи. И все, что они делают, они делают с намерениями делать зло. То есть даже если получается там дорога, по которой и хорошие люди пользуются, но намерение римлян как строителей было делать зло. То есть все идет за... И он прям очень сильно, Раби Шиман, возмутился на это. Теперь этот разговор дошел до римлян. Кто донес его до римлян? Раби. Звали его Раби Иуда Бен Дерим. Он был тоже мудрец Торы, тоже Тана он был, Тана. Значит, потом еще я Дамиру хочу дополнить. Люди не пошли от Каина. У них потом родился третий сын Шет. Люди пошли от Шета. То есть Ноах, он не был сыном из потомства Каина. Ноах, который остался один от человечества, которое было до потопа, да? Ноах, он был от Шета, от третьего сына. После того, как Каин убил Эвеля, через 130 лет родился у них еще один сын Шет. И от него пошло человечество. Теперь дальше. Значит, и вот этот вот Раби Иуда Бен Дерим, он римлянам рассказал про Раби Шимана. И римляне постановили убить Раби Шимана, казнить его за то, что он выступал против римлян. И Раби Шиман вместе с Раби Элязаром, Раби Шиман вместе с Раби Элязаром, они скрывались в пещере. 12 лет они жили в пещере для того, чтобы, значит, скрывались. На них было постановление, чтобы убить их, уничтожить. То есть римляне, они были очень жесткие, они очень пересекали любые какие-то попытки. Все, что против них, они готовы были убить. Все, 12 лет они отсидели в пещере. Но в пещере они изучали Тору. И они постигали, достигли такой связи со Всевышним, которую обычный человек достигнуть не может. Почему? Потому что обычный человек все время отвлекается. И вся его энергия и сила, она рассеяна на какие-то разные-разные занятия. Теперь этот обычный человек. А когда представьте два великих праведника, мудреца. Они находятся 12 лет в пещере. И вся их мысль только об одном, как приблизиться ко Всевышнему. Как, соединившись со своей душой, подниматься на все более и более высоте уровня духовного мира. И они достигли такого соединения со Всевышним, которое... То есть, все, кто же ходит на эти роти, знают, что материальный мир это проекция духовного мира. И духовный мир, он все время, вот нижняя часть как бы духовного мира, да, она больше связана с материальным. Чем выше, тем меньше связана с материальным. То есть, это как проекции. То есть, идет слой за слоем, слой за слоем. И верхние слои, они уже совершенно, они не структурированные практически. И они на каком-то уровне соединяются с бесконечным Всевышним, который вообще нет у него ни формы. Нет у него ни постижения, понимания. То есть, это творец, создатель. Но он ни творения, ни создания. Там нет вообще структуры. Но это та энергия, которая питает всю структуру. Образно, очень упрощенно. И чем выше человек поднимается на духовном уровне, тем он больше ему открывается этот свет. Но на каком-то моменте человек не в состоянии этот свет выдержать. И он сгорает от этого света. То есть, не может человек приблизиться к Всевышнему и остаться живым. Поэтому все те цадники, праведники, великие люди, которые поднимаются по этим уровням. В какой-то момент они уходят из этого мира. Некоторые очень рано, как Аризаль был такой великий каббалист. То есть, подняться туда и остаться связанным с этим миром очень сложно. И вот за 12 лет они настолько близко поднялись ко Всевышнему, что когда прошло 12 лет, и они вышли из этой пещеры, каким-то образом сменилась власть. Как-то они поняли, что уже нет опасности. Они вышли из этой пещеры. И Рабишиман Марюхай увидел человека, который пашет землю. Раньше пахали плугом таким, запряженным было. Или лошадь, или ослик, или бычок какой-нибудь, корова. И он пашет. И Рабишиман посмотрел на него и говорит, вообще в этом мире, в котором есть возможность соединиться со Всевышним, а он тратит свою жизнь на то, что он пашет землю, вообще как? И он, когда он удивился и посмотрел на вот этого вот человека, который пахал землю, да, он, значит, что человек сгорел. То есть, так как Рабишиман был уже соединен очень сильно со Всевышним, соединен со Всевышним, то он, значит, через него Всевышний как свет испалил этого человека. Значит, раздался голос. То есть, Всевышний говорит, как? Я не для того мир создавал, чтобы ты его уничтожил. То есть, если бы Всевышний хотел уничтожить мир, он бы сам бы этого человека уничтожил. Понятно, что раз Бог ему дает жизнь. Значит, у Всевышнего есть какие-то взгляды на то, что... То есть, Всевышний управляет этим миром. А Рабишиман, он посмотрел, и тот сгорел. Бог ему говорит, нет, я не для того этот мир делал, чтобы ты его сжигал. Значит, вернул его обратно, вернул его обратно в пещеру еще на 12 месяцев. И он еще 12 месяцев сидел в этой пещере. Человек, я не помню, но, по-моему, он восстановился, выжил. Не знаю. Значит, потом Рабишиман через год выходит из пещеры, уже успокоился. И тут он встречает кого? Раби Уда бен Дерим, который был мудрец, который его сдал римлянам. И он его убил. Он его убил, представляете? Так написано в Талмуде. Не в Талмуде, это я сегодня служил на уроке. Раби Ушуа Пинта. Такой есть раввин, он рассказывал. Это не помню источник. Значит, и что мы отсюда видим? Он задает этот вопрос. Ну и что мы отсюда видим? Ничего же не понятно. Раби Шиман Варюха, святой человек, добро, Тора. И тут ему римляне не нравится, тут он этого убил. Он говорит, непонятно все это. Говорит, нам непонятно, потому что мы не понимаем, что жизнь человека – это делгуль его души, это возвращение в этот мир его души, которая приходит с определенными заданиями, которая встречается с определенными людьми и с другими душами, с которыми она встречалась на предыдущих своих воплощениях. И поэтому нам эта картина вообще непонятна. Мы вчера были у моего друга, у жены умер отец. Значит, умер отец. И спрашивает моя, значит, жена, а когда у него день рождения было? 1 февраля. У моей жены, у мамы день рождения 1 февраля. И у ее подруги, с которой мы встречались через полчаса, у папы день рождения 1 февраля. То есть у всех троих родителей, ну вот они как дружат, в один день, у всех троих девушек этих, в один день родились или папа, или мама. Ну как это? Ну можно сказать, да, совпадение там, да. Ну то есть вероятность того, что так будет, один может быть к 365 или как. Да вряд ли, потому что меньше вероятность. Ты встречаешься с людьми, например, если мы сейчас спросим, у кого будет в один день день рождения, среди там, то человек может встретиться с тысячей человек, и у него не будет с ними в один день день рождения. А чтобы трое в один день встретились, у них у родителей в один день день рождения, это вероятность ноль. Ну что это значит? Мы не знаем, что это значит. Но каким-то образом все в этом мире, как бы мы видим только вот такую вот полосочку, ну даже не полосочку, мы видим маленькое оконце, кусочек, даже из той реальности, которая нас окружает, мозг выделяет 7 плюс минус 2 единицы информации, маленькое пятнышко. Это то, что мы видим. Все остальное, оно скрыто, и человек живет, он все время чем-то занят, но по факту, чем нужно заниматься? Нужно заниматься тем, чтобы развивать свою связь со своей душой, со Всевышним, потому что то, как ты проходишь этот мир, имеет, имеет вот вероятность, да, Игорь Сибуевси посчитал 365, ну вообще нулевая вероятность, можно сказать, да. Значит, чем стоит заниматься? Соединением со Всевышним, как Тора, заповедь, и ты находишь вот в этом вот во всем возможность выполнить заповедь, вспомнить о Всевышнем, вспомнить о том, что надо сделать, что не надо сделать, и в этом, в принципе, является смысл прохождения жизни, да. Вот. Вот у Наташи, например, два человека, вот, и все они собрались в этом, в этом институте почему-то, да. Хорошо. Значит, сегодня у нас девятое число, девятое число, значит, День Победы, всю жизнь мы праздновали этот праздник, и действительно, победа над фашистами, это величайший праздник, который только есть в нашем поколении, в поколении моих родителей, поэтому я считаю, что действительно это важно было для всего мира увидеть, как злодеи, а они были не просто злодеи, это было воплощенное зло без, это было зло, которое в, там, не знаю, в тысячной степени, в миллиардной степени, которое хотели уничтожить, весь еврественный народ, который убили, два миллиона детей, они убили детей, маленьких детей, просто за то, что они евреи, это страхи, евреи, цыгане, они убивали, уничтожали, вот так вот, не нравится им народ, уничтожим, то есть это просто маньяти какие-то сумасшедшие, и, значит, сегодня как раз день, когда, когда объединенная армия союзников во главе с бывшим Советским Союзом уничтожили это зло, да, и сегодня я радуюсь, девятая глава, значит, давайте выберем девятая глава, она начинается с отрывка, девятая глава притчи, притчи, значит, хохмот бантабейта, знать, божественная мудрость построила дом, хацва амудея шива, и вытесла всем столбом его, значит, Шлома Мала говорит, что весь этот мир, в котором мы живем, он построен божественной мудростью на семи каких-то основах, нам это понятно, что на семи основах, потому что есть семь цветов радуги, есть там семь нот, есть семь дней недели, то есть, есть, семь это как бы число этого мира, ну, ну, дальше давайте выберу просто один какой-то отрывок, который, который нам очень будет полезен, значит, вот смотрите, например, очень полезный отрывок такой, значит, кто, седьмой отрывок, тот, кто получает насмешника, тот, кто хочет насмешника как-то исправить, да, он что получает, говорит нам царь Соломон, он получает позор для себя, да, потому что насмешник, он сразу начинает насмехаться над ним, да, теперь, а тот, кто злодея начинает увещевать, он получает, он получает, значит, пятно на себя, то есть, попробуйте любому злодею, скажите, что он злодей, он вам сразу такое про вас скажет, причем, он скажет, у него больше преимуществ, потому что человек, там, добрый, хороший, он, он ограничен своим добротой, своей хорошестью и правилами поведения, а злодей не ограничен, да, и он, то есть, когда ты связываешься с насмешниками, со злодеями, с дураками, будь готов, что они тебе ответят еще хуже, значит, и дальше он говорит, не увещевай насмешника, он тебя будет ненавидеть, то есть, когда ты критикуешь кого-то, значит, он тебя будет ненавидеть, но если ты увещеваешь мудреца, он тебя будет любить, вот тут вот очень, значит, да, если человек мудрец, а мы хотим быть мудрецами, и кто-то нас увещевает, вот тут это возможность для роста, во-первых, это не он увещевает, это Всевышний, это Всевышний, и я вспоминаю историю, когда Рабин Ахман ездил, у него было путешествие в Израиль, и они возвращались, и в каком-то месте, в гостинице, было какие-то три плохих человека, которые начали позорить Рабин Ахман, они не знали, что это Рабин Ахман, и ученик Рабина Ахмана, его спутник, он хотел остановить это, Рабин Ахман говорит, нет, это не они говорят, это Всевышний, откуда он это знал, он это знал от царя Давида, который, когда он выходил, на него напал его сын, а в шалом и сделал против него восстание, и он выходил, и навстречу идет Шиме Бен Гера, и его позорит царя Давида, и воины Давида хотели убить этого Шиме Бен Гера, а он говорит, стой, может быть сейчас я искуплю свой грех, то есть у меня страшные дела творятся, сын на меня восстал, все, значит я где-то, что-то я ошибся, и может сейчас я этим позором, который я сейчас терплю, я искуплю свой грех, и оно все повернется в лучшую сторону, Рабин Ахман тоже остановил своего ученика, и говорит, пускай, говорит, позорят, это может быть, не может быть, он ему точно сказал, я сейчас, говорит, искупаю какие-то свои грехи, и это меня спасает от смерти сейчас этот позор, то есть человек, которого несправедливо даже критикуют, он отсюда может понять, что раз Всевышний сейчас дает ему такое испытание, и дает ему такую боль, то эта боль с него снимает другую боль, то есть он где-то, и он тогда задает вопросы не, как собака, которую бьют палкой, она кусает палку, понятное дело, что это не палка ее бьет, ее бьет человек, который за палкой, но когда вам кто-то говорит про ваши ошибки, то в этот момент у вас два, две может быть позиции, можно выбрать позицию себе насмешника и ответить, можно позицию злодея и ударить, а можно позицию мудреца и полюбить, вот тут написано, да, очень мудрый такой совет, что, 8, но тут как бы дается обличителю этот совет, чтобы ты выбирай только мудрого, кому ты можешь сказать что-то исправляющее, но мы отсюда учим, что хахам мудрец, он любит того, кто его хочет исправить, значит, дай хахаму, и он еще больше умудрится, и, значит, сообщи что-то, когда цадику, и он добавит, добавит лэках, добавит какой-то из этого, извлечет урок, извлечет какую-то обратную связь, то есть цадик, мудрец, он когда, он получает какие-то неприятности снаружи, он понимает, что это Всевышний, что Всевышний ему хочет что-то показать, чему-то научить, что этот человек, это сейчас средство, и он видит сквозь человека, он видит глубже, и он учит оттуда, да, что-то полезное, и, значит, десятый отрывок, десятый отрывок, давайте на нем, тхилат хахмай раташем, начало мудрости, страх перед Богом, значит, выдад к душим бина, и познание святых, бина, это причина следственной связи, значит, человек, он находится в разной реальности, все люди в разной реальности, один человек говорит, я знаю, что есть Бог, творец мироздания, он сотворил мироздания, все работает системно, даже если я не понимаю систему, система есть, и все, что со мной происходит, это все, оно идет от одного из дочника, от Бога, значит, и он начинает тогда, страх перед Богом, этот трепет перед Богом, он говорит, ничего себе, вот это вот вообще, что же это за Бог, творец мироздания, который всю эту систему построил, один, и один ей управляет, и при этом он, он находится в каждом элементе этой системы, и все, все вообще, это Бог, и он начинает бояться Бога, трепетать, потому что как трепет перед великим создателем, творцом мироздания, и передальше, в этот момент, ему открывается божественная мудрость, и святые люди, святые это те люди, которые отделяются от зла, они видят причина следственной связи, они начинают все глубже и глубже понимать, как работает, как устроена реальность, видя в ней источник реальности Творца, все, значит, на этом мы сегодняшний урок наш заканчиваем, чтобы была рифа шлема Юлия Бадкарина, чтобы было поднятие души, значит, рифа шлема Юлия Бадкарина, и чтобы было поднятие души, его зовут папа, жены моего друга, Леонид, Евгений, Евгений, сын Давида, и чтобы все, кто сегодня присутствует на уроке, чтобы сегодня в заслугу Рабишима Барюха, ваши молитвы были услышаны, и выполнены для вашего блага, чтобы все, что вы просите, кому что нужно, какие спасения, освобождения, выздоровления, достижения, чтобы все вы обратились к источнику мироздания, к Богу Творцу, прям сильно-сильно попросили, сказали, что в заслугу Рабишима Барюха, пообещали что-то сделать хорошее, доброе, дать цдаку, помочь кому-то, что-то выучить, взять на себя выполнение какой-то заповеди, чтобы усилить свою просьбу, свое обращение, и чтобы Всевышний выполнил ваши просьбы, чтобы вы увидели явные и открытые чудеса, сегодня день явных и открытых чудес, чтобы вы увидели, что молитва к Всевышнему Творцу Мироздания работает, и возможны просто реально изменения привычного и ожидаемого хода вещей, все, лыхаем, я хотел сказать лыхаем, потому что обычно еще и делают лыхаем для жизни, делают, значит, еще чуть-чуть выпивают, для того, чтобы усилить свою эмоциональную вовлеченность, свою молитву, это хасидский способ служения, они собираются, есть такой фарбриндинг, они чуть-чуть делают лыхаем, и, значит, благословляют друг друга, молятся, и, значит, вот такое вот эмоциональное служение сердцем усиливает молитву. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok